Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И я приветствую также любителей астрономии, потому что наш сегодняшний ролик будет про Луну. И вчера вечером поздно я шел по улице и увидел низко над горизонтом половинку Луны в первой четверти. И подумал, а почему она висит так низко, ведь она не восходит, я гляжу скорее на юг, чем на восток. И мы обсудим сегодня, когда Луна висит низко над горизонтом, когда высоко, в какое время года и в какой из своих фаз. Это вам, конечно, не черные дыры и не нейтронные звезды, но зато Луну вы можете видеть на небе чуть ли не каждый день. И гордиться тем, что вы понимаете, как устроено то, что вы видите на небе. И естественно будет начать не с Луны, а с Солнца, потому что все мы знаем, что Солнце летом проходит по небу высоко, а зимой низко. И это происходит из-за наклона земной оси по отношению к плоскости земной орбиты. А для того, чтобы обсуждать то, что мы видим на небе, мне будет удобно ввести две схематические картинки. И на первой схеме изображено суточное вращение небесной сферы. Проведена пунктиром ось, соединяющая северные и южные небесные полюсы. Горизонтально расположена плоскость горизонта. Ну и еще здесь показано движение Солнца по экватору в дни осеннего и весеннего равноденствий. По северному тропику в дни летнего солнцестояния и по южному тропику в день зимнего солнцестояния. И мы видим, как Солнце поднимается высоко летом и опускается низко над горизонтом даже в полдень зимой. А осенью и весной оно проходит над горизонтом на промежуточной высоте между этими двумя точками. А на второй схеме изображено годовое движение Солнца относительно неподвижных звезд. И это движение происходит по наклонному большому кругу, который называется эклиптикой. И здесь мы видим точки весеннего и осеннего равноденствий, когда Солнце находится на экваторе. А также летнего и зимнего солнцестояний, когда Солнце восходит соответственно к северному или опускается к южному тропику. Ну а что касается Луны, она тоже движется по небу вблизи эклиптики, только делает свой оборот не за год, как за Солнце, а за лунный месяц. И она то поднимается выше эклиптики, то опускается немного ниже. А чтобы разобраться с тем, где мы видим Луну в ее максимальном восхождении над южным горизонтом в разные времена года и разные фазы, я порисую немножко на доске. И мы начнем с того случая, когда Солнце летом находится вблизи точки летнего солнцестояния. Но тогда в полнолунии Луна находится на эклиптике напротив Солнца, то есть на южном тропике. И получается, что летом полная Луна восходит над горизонтом очень низко. А высоко она восходит, когда находится рядом с Солнцем в новолунии. Правда, при этом мы ее почти не видим. Наоборот, зимой Солнце находится в точке зимнего солнцестояния, и в полнолунии Луна находится на северном тропике, там, где летом было Солнце. Значит, она поднимается над горизонтом очень высоко. Ну, соответственно, в новолунии она находится вблизи Солнца и поднимается над горизонтом низко. А в точке осеннего и весеннего равноденствий, что зимой, что летом, Луна поднимается над горизонтом на среднюю высоту. Теперь мы рассмотрим осеннюю и весеннюю ситуацию. Осенью Солнце находится вблизи точки осеннего равноденствия. Ну, соответственно, в полнолунии она находится с другой стороны, тоже в равноденственной весенней точке, поднимается на среднюю высоту. А вот в первой и третьей четверти ситуация другая. В первой четверти Луна находится внизу, на южном тропике. И это именно тот случай, который я наблюдал вчера, когда Луна в первой четверти восходила над горизонтом очень низко. Ну, а соответственно, в третьей четверти под утро она будет восходить над горизонтом осенью очень высоко. А весной все поменяется. Я перемещаю Солнце в точку весеннего равноденствия. В полнолунии Луна находится напротив и поднимается на среднюю высоту. Теперь у нас Луна в первой четверти поднимается над горизонтом очень высоко, потому что она сейчас находится на северном тропике. А в третьей четверти, то что мы видим под утро, Луна поднимается над горизонтом наоборот очень низко. И я надеюсь, что после этого ролика вы станете более внимательно смотреть на небо, на Луну, на звезды, на планеты. Кстати, какая планета сейчас по вечерам так ярко горит на Востоке? И задавать нам вопросы, которые приведут к новым роликам. А сейчас спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok